Руководитель департамента НПК, Анна Соломатина решила публично рассказать про коррупцию в антикоррупционном агентстве и о том, как его глава Наталья Корчак и члены зарабатывают на ее декларировании. Руководитель департамента финансового контроля и мониторинга жизни чиновников в НПК, прямо заявила, что в НПК, фальсифицируются результаты проверок электронных деклараций. Система электронного декларирования, на которую украинцы потратили столько денег, которую поддерживали и поддерживают европейцы, на сегодня полностью скомпрометирована. На самом деле, электронное декларирование используется для покрывания лояльных к власти чиновников, расправы над неугодными и с целью обогащения главы, и членов НПК, результаты проверок фальсифицируются. По ее словам, она обращалась в генпрокуратуру, но ее материалы вернули без рассмотрения. После этого она обратилась в НАБУ. Глава и члены НПК, фальсифицируют результаты специальных и полных проверок. Лично я получала от главы НПК, незаконные указания относительно полных проверок некоторых нардепов, чтобы они были честными и правдивыми, что там нет нарушений. Также она говорит, что ей и ее коллегам предлагали согласовывать все проекты решений НПК, с администрацией президента. Меня лично и двух моих коллег вызывал в администрацию президента в сентябре 2017-го год. Я отказалась. В конце сентября это повторилось, но я тоже отказалась, рассказала она на брифинге. После этого Саламатина написала заявление на увольнение. Саламатина также призвала отстранить главу НПК, Корчак на время проведения расследования. Она обратилась, и к международным организациям с просьбой заморозьте всей программы, так ваши деньги используются неэффективно. Она говорит, что Корчак превратила НПК, в частное предприятие, и заблокировала проведение проверок автоматизировано, без ее согласия. Также Саламатина рассказала, что к проверке конкурсантов в Верховный суд их не допустили. Я не видела ни одной проверки. Уважаемые россияне, в преддверии столетия Октябрьской революции, хотелось бы попросить вас заранее. Если к вам сбежит Порошенко, как когда-то сбежал Янукович, не давать ему политического убежища и вернуть его для суда Украины. Продолжение следует...